Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу, записки верующего Владимира Марцинсковского. Возвращение в Москву. Страница 79. Осенью 1919 года я отправился в Москву. Почти полтора года я был в Самаре, отрезанный войсками Белой Армии и Чехословацких легионов. Предварительно я должен был получить разрешение на выезд от Самарской Чеки. Ехал я в Теплушке. Путешествие продолжалось вместо 36 часов 9 дней. В вагоне среди узлов и мешков теснилось человек 60, преимущественно красногвардейцев и мешочников. Ругань и скверные рассказы отравляли атмосферу. Вот и знаменитый Б, Александровский мост через Волгу, с версту длиной. Он был взорван белыми и недавно подчинен советской властью. Было приказано не открывать вагона, как это обычно бывает на мостах. Но под нами катилась могучая Волга, и русская душа не выдержала. Приоткрыли дверь. В тесную Теплушку ринулся простор, лазурь неба и воды. Вон маленький, как ореховая скорлупка, дымит пароход. Чайки белосерыми платками мелькают над водной гладью. Все замолки в немом восторге. Стихла Ругань. Вот она, матушка наша Волга. Поезд медленно шел, погромыхивая, как будто и сам любовался могучей рекой. Был канун успения. На каком-то разъезде мы остановились среди поля. Перед нами шумела золотыми колосьями Нива. На пригорке красовалась сельская церковь с большими синими куполами со звездами. Тихо доносился звон колокола. У меня мелькнула мысль. Давайте споем что-нибудь. Например, воскресенье Христово увидевши. Оказались и певчие на лицо. Начали петь. Весь вагон, кажется, принял участие. Пели и пасхальные песнопения. Теплушка преобразилась. Проснулось русское сердце. Так чуткой красоте. В долгах сохранялось тихое, чинное настроение. На одной станции подсели новые мешочники. Они начали было вводить прежнюю атмосферу, руганье и пошлости. Я заспорил с ними. Начался диспут о Боге. Нет Бога, упорно твердил один из них. В это время наш поезд поднимался медленно в гору. Кр-кра. Раздался страшный треск. И вслед за ним панический крик. Пояс разорвался. Мы оказались в хвосте. Катимся назад в Индзу. А там налетим на составы. Мой оппонент побледнел. Соскочил с полки. И другие за ним стали прыгать из вагона. Пояс медленно катился назад. Но скорость движения все возрастала. Однако, через некоторое время удалось остановить вагоны. Оказалось, в середине поезда в одном из вагонов сцепной крюк вырвался вместе с рамой. И немудрено паровоз тянул около шестьдесяти перегруженных старых вагонов, да еще в гору. Я из вагона не вылезал. С начала пути мне было очень честно сидеть в неловком, полусогнутом положении. Около меня сидел старик в бараньей шапке и все охал. В глазах его горел лихорадочный огонь. Стоны его стали беспокоить соседи. Тиф у него что ли? Спрашивали они тревожно и стали сторониться от него. Он попросил меня пить, увидев у меня фляжку с водой. Я потом положил голову мне на плечо. Соседи оттеснились в стороны. Мне стало свободнее. Так мы ехали с ним два дня. Потом сдали его на одной станции в больницу. Двое его односельчан ехали тут же. Все они ездили куда-то за рожью. Я познакомился с ними и попросил их сообщить об его участи мне в Москву. И действительно, через некоторое время я получил открытку с сообщением, что больной впоследствии выздоровел. На маленькой станции Барыш мы застряли. Впереди происходило восстание. Называли имена Мамонтова, Миронова. Остановка грозила быть долгой. Уныние овладело путешественниками. Прошел день-два. Стали проедать последнее. Среди пассажиров в другом конце вагона я заметил барышню, которая читала какую-то небольшую книгу. Стоявший на дне человек поинтересовался, взял у нее из рук книгу. По выражению его лица, ставшему сразу как-то особенно серьезным и сочувствующим, я понял, что это Евангелие. У меня мелькнула мысль, что эта барышня принадлежит к одному из наших христианских студенческих кружков. Когда пошли за кипятком на станцию, я увидел ее вновь. «Скажите, а вы не из христианского кружка?» Она широко раскрыла глаза. «Откуда вы знаете?» «Я видел, как вы читали Евангелие. Я уже давно думала, что и вы из кружка слышала, как вы беседовали о Боге и как ухаживали за больным. Познакомили их. Ах, как я рада! Ведь я еду одна среди этих людей. А вчера у меня еще украли пальто». Мы пошли гулять по полотну. Вместе читали Евангелие и молились. Когда мы вернулись на станцию, нас поразило оживление публики. На дверях висело объявление. «Через два часа едем». Паровоз вышел со станции «Н». Барышня так и подскочила от радости. «Приехали в Москву». Заголовок. «Лекции в Богородске и Подольске». «Моя попутчица оказалась жительницей Богородска. Там один из членов нашего московского христианского студенческого кружка организовал в последнее время небольшую группу молодежи, интересующиеся вопросами Евангелия. Моя новая знакомая постаралась вызвать меня туда от имени кружка для чтения лекций. Прочел я в местном кинотеатре «Фантазия». Лекция на ту же тему «Можем ли мы жить без Христа?» «По окончании лекции ко мне подходит молодой человек в военной форме». «Товарищ лектор, позвольте пригласить вас на минутку в исполком». «Ну что ж, пойдем». Потребовали личные документы. Написали протокол. «Вы называли гражданскую войну братоубийственной?» «Называл». «Ну вот. Я, к сожалению, должен вас задержать». Говоривши со мной был юноша лет 18, председатель исполкома. Я решил поговорить с ним по душам. «Слушайте, я не советую вам меня арестовывать. Под арестом я уже был, и меня выпустили. Кроме того, предупреждаю вас, что завтра я должен быть в Москве для явки в Народный суд по вызову. Я подал заявление об отказе от военной службы по религиозным убеждениям. Вот у меня и повестка. В Москве меня хорошо знают, можете справиться обо мне. А только не задерживайте, будете иметь неприятность». Сказал я ему почти отеческим тоном. Бывший учитель гимназии почувствовал перед собой своего ученика. «Покажите повестку». «Ну ладно, я отпущу вас. Только оставьте вашу фотографию». «Хорошо, но с условием, что вы мне ее потом вернете». Впоследствии мой знакомый эту фотографию у него забрал. Следующая лекция в этом же помещении не была допущена. Она оказалась занятым. Оно. Зато мы нашли другой зал, самый большой в Богородске. Кинематограф Колизей на тысячу человек. Здесь я прочитал лекцию «Смысл красоты», сопровождаемую музыкальными иллюстрациями из классической музыки. Бах, Бетховен, Шопен, Лядов в исполнении одной пианистки. Главная мысль лекции – жизнь должна быть прекрасной не только в созерцании, но и в действии. К этому зовет и природа, и искусство. Но перейти от созерцания к действию может помочь лишь религия. Христос – идеал красоты. И только Христос есть путь к очищению жизни от обезображивающего влияния греха и к преображению действительности светом идеала. Зав был переполнен. Некоторые коммунисты одобрительно отзывались о лекции. Не обошлось и без инцидента. В середине чтения погасло электричество, и мы оказались в абсолютной тьме. Я использовал этот момент, чтобы пояснить идею лекции. Свет – начало красоты. Хотя и трудно было говорить к невидимой публике, но, по крайней мере, непрерываемость речи удержала тишину в зале. Принесли керосиновую лампу, а затем было исправлено и электричество. Для дальнейших выступлений нельзя было найти зала. Группа рабочих предложила устроить лекцию в местном православном соборе. Но настоятель, боясь ответственности, предложил мне получить специальное разрешение о патриархе Тихона. Через несколько дней я посетил патриарха в Москве, в Троицком подворье. Патриарх очень сочувственно отнесся к чтению в соборе. Он тут же выдал мне бумагу с собственноручной подписью и патриарше печатью. Она была также занесена в шнуровую книгу в канцелярию. Бумага гласила о преподавании мне патриаршего благословения на проповедь Слова Божия в православных храмах при условии согласия местных настоятелей. Таким образом, ввиду будущих аналогичных случаев, я получил разрешение на проповедь в храмах вообще. Через несколько дней лекция в Богородском соборе была устроена на тему «Духовная жажда» при большом скоплении народа. После одного из этих выступлений я хотел вернуться в Москву в тот же день, хотя и был очень утомлен. Друзья советовали мне отложить, и я после долгих уговоров согласился. Совет друзей оказался пророческим. На другой день я узнал, что пояс, вышедший накануне, потерпел крушение. Я видел у насыпи груду обломков. Об этом и счастье мне рассказывали следующие. В одном из товарных вагонов в Теплушке с открытой широкой стенкой красноармейцы распевали кощунственные песни. Вдруг сорвался откуда-то ветер, и с сильным порывом налетел на этот широко открытый сбоку вагон, сбросил его с рельс. Несколько красноармейцев, кажется, 8 человек, были убиты. Вспоминаю еще лекцию на тему о Христе в Подольске, в местном художественном театре. Все места были заняты, так как по обыкновению была объявлена беседа после лекции, то руководство прениями было поручено знакомому студенту. Но перед началом лекции ко мне подошла за кулисами группа людей. Среди них был партийный агитатор П, который уже выступал против меня в Богородске при явном неодобрении слушателей. «Мы предлагаем вам свой президиум», — сказал он. На это я ответил. «Но ведь это не митинг, а лекция. Мы сами ее устраиваем». Лекция была устроена местной группой христианской молодежи. «Мне приходится поблагодарить вас, но мы обойдемся своими силами». Я слышал, как П сказал в полголоса. «Предъявите требования комитета партии». Человек с золотыми зубами, оказавшийся председателем исполкома, официально заявил, что председательство они, представители партии, берут свои руки. Я признал это насилием, но все же согласился читать. Мы все вышли на эстраду. Председатель объявил собрание открытым, указав на некоторые общие правила, регламент для желающих говорить. В публике послышался ропот по адресу неожиданного президиума. Мне было дано слово. Я объявил о неожиданно случившемся изменении в порядке собрания и сказал, что отвечает только за свои слова, а отнюдь не за слова атеистов, присоединившихся ко мне против моей воли. Публика слушала меня очень внимательно. Когда я кончил, председатель объявил, что в качестве оппонента будет говорить товарищ П. П. стал излагать историю религии с древнейших первобытных времен, стараясь показать суеверность всякого религиозного мировоззрения. Он говорил уже час. Публика стала протестовать. Граждане, сказал строго председатель, вы имели терпение выслушать гражданина М? Так слушайте терпеливые оппонента. Мы не на вашу лекцию пришли. Прошу к порядку, крикнул председатель, исчез глазами того, кто осмелился возражать. Оппонент продолжал. Изредка слышался смех по поводу тех или иных его выражений. Было уже поздно. Записки одна за другой поступали к столу. Когда П. кончил, председатель сказал, у нас есть еще два оратора. Публика взвыла от негодования. Это грозило затянуться часов до двух ночи. Было все очевиднее, что меня хотели взять измором. Я не совсем здоров, гражданин, и потому не могу сидеть здесь так долго. Товарищ лектор ссылается на нездоровье? Сидевшие на эстраде засмеялись. Ну хорошо, могу я ответить прежде на записки, которые уже поступили? Это пожалуйста. Я предложил моему знакомому читать вопросы и возражения, поданные на записках. Отвечая на последнюю записку, я сказал общее заключительное слово с призывом верить во всех этих вопросах жизни не мне или моим оппонентам, а тому, кто сказал. Кто из вас обличит меня неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Я свет жизни. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Раздался гром аплодисментов. И вдруг загремели стулья, и вся публика, человек семьсот, устремилась к выходам. Товарищи, куда вы? Бесповощно кричал председатель. У нас еще два оратора. Но его голоса почти не было слышно. Всю публику как волной смыло. Мы остались одни. Председатель стуча по пероской, по портсигару, говорил желчно. Ну что, ваша взяла? Другой раздраженно обратился ко мне и студенты. Эх вы! За гриву держитесь! Бывшие вы люди! Ну что ж, это правда, сказал я, улыбаясь. Христос именно к бывшим людям пришел, чтобы их возродить и сделать людьми. В коридоре за кулисами ко мне подошли двое рабочих, прося выступить еще у них на заводе с этой же лекции. Но это устроить не удалось. Заголовок Вопрос о военной службе Осенью же 1919 года пришлось мне заявиться в Народный суд по делу об отказе от военной службы, о чем я уже упоминал. Считаю, не лишним вспомнить здесь главные моменты. Характеризирующие мое отношение к военной службе. Еще со времени первых лет студенчества я стал отрицательно относиться к войне под влиянием Нагорной проповеди в силу завета Христа о любви к врагам. После окончания университета я не подлежал военной службе как штатный преподаватель гимназии. В 1913 году я оставил государственную службу, посвятив себя христианскому студенческому движению в России. От военной службы я был свободен, как прослужившись шесть лет учителем гимназии на государственной службе. И вдруг в 1914 году грянула война. Тогда учительская льгота потеряла силу именно потому, что я не состоял на государственной службе. В дни объявления войны я жил у себя на родине, в селе Волынской губернии, в 70 верстах от фронта, где уже наступали австрийцы. Мобилизованных в пограничной области посылали непосредственно на фронт, не давая даже военной одежды, а лишь снаряжая ружьями и патронами. Я поехал в Дубно, где был воинский начальник. По дороге очень волновался. Теоретически вопрос в войне был ясен. Я должен отказаться. Но практически непосредственная действительность военное положение при фронтовой полосе ставила в тупик. Помню, я раскрыл бывшие у меня в кармане Евангелия. Глаза упали на стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 1 Крымфянам, 10 глава, 13 стих. Я ухватился за эти слова, как за якорь. И все предал на волю Божию. Прибыли в Дубно. Воинского начальника в его управлении не оказалось. Он присутствовал на приемной комиссии в другой части города. Пришлось идти туда пешком, очень далеко. За год работы в студенческом движении от постоянных лекций, долгих бесед, поездок у меня переутомило сердце. И теперь я чувствовал себя особенно слабым, тем более, что мы проехали на телеге 35 верст. Врач в белом кителе, наклонившись, слышал мое сердце. Что-то сразу смотрел и безнадежно покачал головой, сказав какое-то латинское слово. Мне дали белый билет, то есть уволили в чистую. Отец, сопровождавший меня, сестра, плакавши всю дорогу, просияли. Я ощущал большую радость жизни. Да, испытания не было сверх сил, как говорится в приведенном стихе. Как радостно было вместо фронта или тюрьмы оказаться в саду родного села. Я знала, что так будет, говорила одна знакомая, с которой мы много беседовали о Христе. Вы должны еще остаться на этом свете для религиозной работы. В 1916 году меня же все же вторично мобилизовали. Я пошел на осмотр, захватив свой белый билет с указанием в статье о болезни сердца. Сердце нашли здоровым. У меня был невроз сердца. Явственные перебои. Врачи говорили о неизлечимости и смертельной опасности моей болезни всякую минуту. В санатории Крюкова врач советовал оставить тревожную студенческую работу и вернуться к регулярной учительской службе. А другой при студенческой работе будет здоров? спросил я. Нет, это будет со всяким. Уж такая нервная работа. Я остался при студенческой работе и вот сердце все-таки поправилось. Годин, сказал председатель комиссии в Екатерининском зале Московской городской думы. Постойте, ведь я имею еще недостаток. Я близо рук. Снимите очки. Видите вон те знаки. Ничего не вижу. А нас видите, спросил он разоруженно. Вижу. Прошу вас исследовать меня инструментами. Здесь нет инструментов, а посылать госпиталь невелено. Вот я на днях был в Алексеевской городской лечебнице, и у меня рецепт на очки три с половиной диоптрии. Это не документ ополчения второго разряда, вдруг сказал председатель и поставил соответствующий штемпель. Это означало свободу, ибо данная категория в то время не призывалась. Через год новая мобилизация, но меня освободило положение штатного преподавателя, которое я временно совмещал со студенческой работой. Летом 1918 года чехи взяли Самару. Установилась белая власть, так называемая Учредиловская, управлял комитет членов учредительного собрания. В октябре подошли советские войска, опять мобилизация со стороны белых. Попал и мой возраст. Я написал письмо об отказе на основании религиозных убеждений и пошел на другой день в управление воинского начальника. Прихожу к дому, вывески не нахожу, спрашиваю прохожих. Оказывается, управление вместе с белыми войсками ушло из города. Установилась опять советская власть. Новая мобилизация. Теперь со стороны красных. Иду в военный комиссариат, захватив то же самое письмо, как некоторые доказательства своего беспристрастия к вопросу войны. Не помогал воевать белым, не буду помогать и красным. вы вывески из Москвы, так вам в Москве и призываться, сказали мне в комиссариате. В это время, уже с 4 января 1919 года, стал действовать новый закон, в силу которого можно было освободиться от военной службы, по религиозным убеждениям, если подсудимый мог доказать свою искренность, а не оказывался под додачному выражению шкурником. Быв организован совет религиозных общин и групп, куда входили представители разных вероисповеданий, участвовали В.Г. Чертков, И.Н. Колосков от христиан-трезвенников, П.В. Павлов от баптистов и так далее. Эти представители имели право быть экспертами на суде. Приехав в Москву, я подал заявление об отказе в местный народный суд, бывший мировой суд. Вот настал день суда. Дело слышалось при открытых дверях. Присутствовали в публике знакомые толстовцы, христиане-трезвенники. Я был вызван к столу. Экспертом моим был П.В. Павлов. Он разложил перед судьей в качестве вещественных доказательств ворох моих афиш лет за десять и пояснил, что в Петрограде и Москве всякий слышал или эти лекции или про эти лекции и что в них всегда проводилась идея христианского идеализма братства. Один из деятелей студенческого движения, хорошо знавший меня, попросил судьи слова как частный свидетель и рассказал мою биографию. Между прочим, о том, как я ходил в народ в течение многих лет в качестве книгоноши, священного писания, как вел кружки молодежи, собирал детей в улице, в частную школу и так далее. Судья человек лет пятьдесят пять, назначенный советской властью из числа прежних мировых судей, очень внимательно слышал. Я хотел еще высказать свидетельство о Христе и Евангелии, попросив дать мне последнее слово. Но судья сказал, слово не нужно, дело само за себя говорит. И стал тут же быстро писать заключение. В конце заседания суда приговор был объявлен в следующей форме. Именем РСФСР прошу встать. Все встают напряженной тишине. и он читает постановление Народного Суда. Привожу точно по выданной мне копии приговора. 1919 года сентября 17 дня именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики местный Народный суд бронного участка города Москвы в составе Народного суди Трухачева и очередных судей-заседателей рассмотрев дело по ходатайству гражданина Марцинковского Владимира Филимоновича об освобождении его от военной службы по религиозным убеждениям. Нашел, что означенное ходатайство исключает всякую возможность сомневаться в полной искренности и убежденности просителя, как твердо стоящего на пути заповеди Христа о любви и стремящегося многолетними работами заранить своими проповедями среди молодежи и детей улицы ту искру любви, которая только и может обогатить духовную жизнь народа вообще, а в частности молодежи в период ее неокреплости и неустойчивости своих убеждениях обуреваемой современной разрухой. Таким образом проситель Марцинковский является одним и сеятель на Неве Христовой, достигающим или, по крайней мере, стремящимся достигнуть благих всходов. Исходя из всего вышеизложенного и суммируя доводы экспертизы, суд определяет гражданину Марцинковского Владимира Филимоновича отнесение военной службы во всех ее видах как активны, так и вспомогательны освободить, предоставив ему право работать на пользу молодежи и детей улицы, оставаясь организатором и проповедником всюду, где нищета духовной ищет и просит подаяния и пищи духовной. По объявлению копию с настоящего определения выдать просителю и сообщить в Совет религиозных общин и групп. Кавычки закрыты. Раздались аплодисменты, меня поздравляли. Одна дама толстовка сказала мне приблизительно так. было такое чувство сегодня, как будто совершалась подлинная литургия. Дома была большая радость. Ведь некоторые подобные дела кончались назначением в строй в случае отказа заключения в тюрьму. В лучшем случае определяли эпидемический госпиталь. Освобождали не только судьи, подобные тому, который разбирал мое дело, но и современные из рабочих. Я присутствовал при подобном процессе, когда судья рабочий освободил студента о православном вероисповедании. Это всегда труднее, чем при свободно-христианских верованиях, потому что православная церковь обычно признает войну с христианской точки зрения. Данный студент цитировал отрывки из творения отцов церкви, отрицавших войну, например, из Ефрея Массирина. В последнее время нередко евангельские христиане и баптисты присуждаются за отказ к тюремному заключению, хотя бывали случаи досрочного освобождения, когда самим фактом сидения и соответственным наблюдением на жизни заключенного достаточно выяснилась убежденность подсудимого. В начале революции, когда на окраинах в провинции значительно процветал личный произвол, были печальные случаи жестокости. Так толстовец Хэ был поставлен под расстрел. Стоя перед взведенными на него ружьями, он сказал солдатам, помните братья, что расстреливая мое тело, вы расстреливаете свою душу. Выстрелов не последовало. Командир собственноручно застрелил Хэ из револьвера. Надо сказать, что и при старом режиме бывали случаи, обнаруживающие стремление освободить искренних религиозников. Мой друг А после отказа от военной службы был отдан в психиатрическое отделение военного госпиталя в Москве в Лефортове на испытание и пробыл в ужасной обстановке среди умолешенных шесть месяцев. Он к тому же артист-певец, окончивший Московскую консерваторию. По его свидетельству молитвы и чтения Евангелия спасли его от душевного заболевания. В особенности он пережил там по его свидетельству силу и глубины восьмой главы послания к римлянам. Любящим Бога. Все содействует ко благу. Если Бог за нас, кто против нас? Ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Когда он стоял перед судом, председатель генерал, всматриваясь в его лицо, сказал членам комиссии, обратите внимание на его улыбку, этот человек ненормальный. И вот какое свидетельство ему было выдано. Я читаю его и привожу теперь по памяти. Сообщалось, что страдает душевной болезнью, манья, религиоза, ввиду первое сообщаемых им каких-то таинственных сношений с божеством на вопрос кто внушил вам отказ. Он ответил Господь. Второе дурного самочувствия при виде оружия. Третье полное равнодушие к своей судьбе. Я думаю, и Сократу можно было бы выдать такое же свидетельство, ведь и он сообщал о божественном голосе, который руководит им, и он равнодушно принял смертный приговор. В результате А был освобожден, но как душевно больной. Он должен был лишиться места учителя пения в одной из московских городских школ и стать регентом в общине евангельских христиан. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.